приветствую вас дорогие мои друзья мы прибыли на остров лансароте я никого никогда не прошу подписываться на мой канал но рада искренне всем присоединившимся итак лансароте один из островов канарского архипелага особенность острова лансароте это белые-белые дома белые дома никакие другие увидев эти грациозные три пальмы я написала небольшое стихотворение во всем я вижу красоту не идеальную не ту что на обложках глянца но ловко выловив акцент я получаю свой процент лишь стоит постараться это было небольшое лирическое отступление с видом на океан ну а теперь белые дома так заведено уже несколько десятилетий придумал это как я вам уже рассказывала художник архитектор и влюбленный в свой остров лансароте сезар манрике белый цвет домов прекрасно сочетается с выразительными красками острова зеленое озеро вот это например или синий-синий океан с бирюзовыми бухтами черная лава застывшие и принявшие когда-то диковинные формы и очертания или вот эти седые необыкновенные остатки пород где очень любят фотографироваться туристы потому что это действительно красивый фон или рыжий дерн все здесь запредельно колоритно но белые дома это фишка остров очень ветреный как вы видите здесь мы с вами прогуливаемся по воскресному рынку в бывшей столице лансароте тегисы это поделки из голубого коралла серого коралла здесь очень много творческих людей так что народный промысел здесь процветает на этом воскресном рынке традиционном которые очень любят посещать туристы можно купить и фрукты и овощи и хлеб и дизайнерскую одежду и много всего очень любопытного ну вазы это понятно а вот такие вот горшки с цветами это хайер он говорит немножко по-русски он из водохоса он замечательный спасибо тебе дорогой старинные часы еще идут старинные часы свидетели и судьи тоже надо вот так вот деревяшку приколотить старую железя гружавую цепь от велосипеда и вау и 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 Но самое главное – впереди. Я вам покажу самый необыкновенный дом, какой я когда-либо видела в жизни. Это манго. Так растёт манго. Вообще, Лансароте в целом самый оригинальный остров из всех семи островов. Но одна только вот эта статуя в Тегисе чего стоит. Я совершенно не понимаю её предназначение, но вот такая она есть. Коста Тегисе с абсолютно изумрудной водой. Это тоже одно из любимых мест туристических. Этому сложносочинённому цветку нет равных. Вот такой вот домик под горой. А сверху... Виноград! И вот мы и прибыли в самый необыкновенный дом с виноградником сверху. Вообще, виноград на Лансароте выращивают в вулканических таких лунках. Порода вулканическая помогает винограду вызревать. Тут живут собаки. Тут растут. Тут уже девушка снимает. Красавица Мариселли. Это была одна из самых моих необыкновенных экскурсий на острове Лансароте. Сэлья делает тоже видео. Так виноградные лозы защищают. И обязательно в этих камнях должны быть отверстия. Иначе не проходит воздух. И создаётся излишняя влага. Так мне объяснили. Должен проходить воздух. Везде и всем нужен воздух. Свобода. Ну а теперь тот самый дом. С его сюрпризом. Ага, очень красиво. И здесь есть... Ага, есть. Хорошо. Но потом... Та-та-та-та! Вау! И, конечно, конечно, один раз. Один раз. Это мяч, это кути, и снова. Пам-пам-пам. гордость хозяйки не только комнатка в шкафу но и этот виноград если он даст хороший урожай это будет здорово лагерия вот она лагерия про которую все говорят что из космоса эти лунки с виноградом производят совершенно невероятное впечатление как будто это инопланетяне создавали здесь самые лучшие сорта вина получаются известная всему миру мальвазия мальвазия это не один сорт это группа сортов винограда белые и красные варианты часть из них ароматические а это белый эвкалипт растительности на лансарота немного но необычайного масса в частности здесь замечательные закаты а еще на сорт и совершенно невероятные дети 7-летний сын мои подруги на ты со смартфоном и сейчас у нас проведет для меня смотрите что красивое ты очень милый очень милый спасибо Спасибо.